собственно мы посмотрим сегодня на достаточно сильного мастера нашей студии дениса рябцева глянем как он делает татуировку зададим ему несколько вопросов и все это будет дальше у меня появилась целая куча вопросов и для которой я бы хотел задать да 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 и готовы не только это не не это сильно вот часто короче не мельтеши вот так у меня голова кружится я боковым зрением вижу что-то ходит ходуном и у меня все у меня вестибулярка охеревает ну ладно я буду стараться меньше двигаться чтобы тебе было более более комфортно как-то отвечать на мои замечательные вопросы денис мне очень интересно а какое ты оборудование используешь для клиентов почему она у тебя проводное ответь мне сейчас же времена такие что проводные машинки уходят забвение так скажем что эта машинка делает по моему стромному мнению какие хорошие точечки и прокрасы и контура что я готов мириться с тем что она проводная и работать на правдах возможно когда нибудь я что-нибудь для нее сделаю чтобы она была беспроводной а может много просишь производителя этой великолепной татуировочной машинки сделать что-то такое слушай ну кто же что же кто же производитель ответь мне пожалуйста производитель дима кудряшов дима кудряшов ссылочку я вставлю на нас замечательно очень круто великолепно но тогда мы с тобою едем немножечко дальше как бы не всякий человек в 16 лет ну может быть взрослым своей башке он начал не осознает вообще нихуя не осознает он хочет на 16 лет просто я могу судить же только по себе ну я же был 6 на мне было 16 лет когда-то вот и судя по мне если бы я что-то сделал себе в 16 если мне разрешили сделать татуировку какой 16 лет то я выходил с еще одним как минимум жутким партаком как ты относишься к татуировкам на чувствительных местах например соски или гениталии к гениталиям вообще любого другого человека я прикасаться не буду ты уверен я даже к своим не прикасаюсь ты видел как я ссу нет я снимаю штаны и вот ну и вот так как батарс до южном парке а когда подтираюсь ну после того как посрать я надеваю перчатку ну чтоб не дотрагиваться вообще поэтому перчатки так быстро и студии улетают справедливо да я заметил этот момент вот вот а к татуировкам на сосках как ты относишься к татуировкам на сосках ну я думаю по этой работе видно как я тушусь к татуировкам на сосках если сосок должен быть закрашен в угоду рисунка конечно давай давайте его красить а если нет то ну и пусть ним а что ты скажешь по поводу мужских сосков зачем они вообще мужчинам урали вае мнение валера когда я попаду ну на небеса и обязательно у господа спрошу на хуя они ну человеку данные есть у них какой-то смысл для чего они они не знаю может быть для того чтобы я не знаю если женщины все вымрут мы начнем кормить кого-то там не знаю понятно для кормления для важного кормления возможно будем кормить друг друга но совершенно интересно надписям до нормально отношусь если хорошая надпись художественно выполнена сделано и еще и имеет какой-то смысл какую-то нагрузку для человека смысловую да почему бы нет то есть ты считаешь что надписи нужно выполнять в каком-либо стиле то есть каллиграфия в этой байце и куда это взял из моих слов вообще не знаю ну да я говорю про более художественно направленные стиле татуировки которыми можно сделать надписи то есть просто печатными буковками сделать какую-то надпись тоже можно но можно же выполнить ее интереснее красивее тут уже конечно вкусовщина идет но вижу мне вопросы задаешь это я на них отвечаю поэтому могу отвечать как хочу ответить ой смотри последний вопрос я бы хотел у тебя узнать у меня нет татуировок я хочу сделать швалировую татуировку так что ты мне посоветуешь я посоветую себе 300 раз подумать 300 раз подумать 300 раз да это как молитва о том первые 300 раз должны быть это нужно ли тебе татуировка вторые 300 раз нужно подумать нужна ли тебе эта цветная татуировка потому что все цветные татуировки ну а дальше уже ну дальше никто не заходил я думаю если мы начинали думать об этом всем поэтому то есть для первой татуировки твоя основная рекомендация это задуматься конечно я с тобой соглашусь нужно разбираться в вопросе чтобы выбрать что-то ну хорошие то есть если есть насмотренность на хорошие вещи в любой сфере там я не знаю в дизайне интерьеров еще в чем-то то и результат который ну и хочешь сделать он у тебя будет хорошим поэтому не стесняйтесь приходить эту студии на консультации не стесняйтесь приходить на фестивале чтобы побазарить статуировками которые там работают это же тоже насмотрелись а